Швейцарский алхимик, врач и философ Парацельс утверждал, что все элементы Вселенной имеют взаимосвязи, все существа в этом мире связаны между собой. Здравствуйте, в эфире программа «Факультет наук». О масштабах Вселенной мы поговорим сегодня с моим постоянным соведущим, экспертом, доктором химических наук Диасом Морзахожа. Здравствуйте, сегодня я вам расскажу о понятии Вселенная, а также расскажу о самых маленьких частицах, которые только возможно увидеть вооруженным и невооруженным взглядом. Как выглядит Вселенная на очень больших расстояниях? Есть ли предел тому, как далеко мы можем заглянуть? Наш космический горизонт определяется расстоянием до самых далеких объектов, свет которых успел прийти к нам за 14 миллиардов лет с момента Большого Взрыва. Из-за ускоренного расширения Вселенной эти объекты сейчас удалены уже на 40 миллиардов световых лет. Подробнее в следующем сюжете. Согласно теории Большого Взрыва, Вселенная началась с колоссальной катастрофы, в которой разразилась около 14 миллиардов лет назад. Большой Взрыв случился не в каком-то определенном месте Вселенной, а сразу везде. В то время не было звезд, галактик и даже атомов, и Вселенную заполнял очень горячий, плотный и быстро расширяющийся сгусток материи и излучения. Увеличиваясь в размерах, он остывал. Примерно три минуты спустя после Большого Взрыва температура снизилась достаточно для формирования атомных ядер, а через полмиллиона лет электроны и ядра объединились в электрически нейтральные атомы, и Вселенная стала прозрачна для света. Это позволяет нам сегодня регистрировать свет, испущенный огненным сгустком. Он приходит со всех направлений на небе и называется космическим фоновым излучением. Первоначально огненный сгусток был почти идеально однородным. Но крошечные неоднородности в нем все-таки были. В некоторых областях плотность была чуть выше, чем в других. Эти неоднородности росли, стягивая своей гравитацией все больше вещества из окружающего пространства, и за миллиарды лет превратились в галактики. И лишь совсем недавно по космическим меркам на сцене появились мы, люди. В пользу теории Большого Взрыва говорит множество наблюдательных данных, не оставляющих сомнений в том, что этот сценарий в основном корректен. Прежде всего мы видим, как далекие галактики разбегаются от нас с очень большими скоростями, что указывает на расширение Вселенной. Также теория Большого Взрыва объединяет распространенность во Вселенной легких элементов, таких как гелий и литий. Но самой главной уликой служит космическое фоновое излучение, после свечения первичного огненного шара, до сих пор позволяющего его наблюдать и исследовать. За его изучение присуждены уже две Нобелевские премии. Следует отметить, что в то же время существовали и другие теории. Например, модель Вселенной Милна и циклическая модель. Обе основывались на постулатах общей теории относительности Эйнштейна и впоследствии получили поддержку самого ученого. Согласно этим моделям, Вселенная существует в бесконечном потоке повторяющихся циклов расширений и коллапсов. До недавнего времени на вопрос о том, что же там за горизонтом, физики давали очень простой ответ. Там все то же самое, такие же галактики, такие же звезды. Но современные достижения в космологии и физике элементарных частиц позволили пересмотреть эти представления. В новой картине мира отдаленные области Вселенной разительно отличаются от того, что мы видим вокруг себя, и могут даже подчиняться иным законам физики. После Второй мировой войны между сторонниками стационарной модели Вселенной, которая фактически была описана астрономом и физиком Фредом Хойлом, и сторонниками теории Большого взрыва разгорелись жаркие дебаты. По иронии судьбы, именно Хойл вывел фразу «Большой взрыв», впоследствии ставшую названием «Новой теории». Произошло это в марте 1949 года на британском радио BBC. К теории Большого взрыва мы вернемся в следующем выпуске. А сейчас у меня вопрос о начале. Скажите, пожалуйста, это вопрос науки или мировоззрения? Это вопрос и науки, и мировоззрения, и вопрос философии человека, понимания и также в целом мировоззрения, человеческого мировоззрения. К примеру, когда мы говорим, что если мы взглянем на нашу Вселенную со стороны, то это физически невозможно, потому что на то она и называется Вселенная. То есть за этой Вселенной ничего нет, там пустота. И когда мы говорим о теории Большого взрыва тоже, о той точке Х, с чего все начиналось, начиналось с ничего. С точки зрения физики, с точки зрения химии, это практически невозможная вещь. Но тем не менее, это написано во всех учебниках. Это уже не теория, это уже научно доказанная практика. Большой взрыв имел место из ничего, и до этого тоже ничего не было. И вот только с тех пор, как произошло это явление Большого взрыва, материальная жизнь начала иметь свое место. Конечно, для того, чтобы понять такую вещь, как теорию Большого взрыва, надо оперировать такими элементами не только из физики, метафизики, волновой механики, квантовой химии, но надо знать тоже и вопросы философии, и вопросы мировоззрения. Согласны ли вы с тем, что наши знания о начале носят чисто гипотетический характер, ведь никто не был свидетелем этого? Конечно. К примеру, никто не был свидетелем зарождения вас, никто не был свидетелем зарождения меня или любого другого человека. Но биологические законы говорят, как зарождается человек, и в результате вот мы с вами стоим перед камерой и разговариваем. То же самое и произошло с этим миром. Есть законы физики, которые говорят о том, что как все это произошло, и вот они научно доказанные факты того, что как это произошло в самом начале, по каким законам это все развивалось и как будет дальше. Какая она вселенная с философской и материальной точки зрения? С философской точки зрения все имеет свое начало, все имеет свой конец. Поэтому ничего вечного нет. Это с точки зрения философия. Ну а с точки зрения физики, конечно, здесь важно знать, что за пределами Вселенной тоже ничего нет. И даже вот такие гипотетические эксперименты, когда мы делаем, что мы можем наблюдать за Вселенной, и что она расширяется. Это мы видим только по отношению к другим объектам, что она расширяется, которые находятся внутри этой Вселенной. В философии всегда существовал и существует антропный принцип. То есть объект исследования рассматривается через призму отношения человека к объекту, к миру, через взаимодействие человека и объекта. Пожалуй, одним из непознанных и противоречивых является вопрос взаимоотношений человека и Вселенной. Человек в этом мире всего лишь пылинка или все-таки венец эволюции? Я тоже придерживаюсь этого философского взгляда, что все в этом мире создано ради человека. И что человек действительно венец. Я бы не сказал эволюции, потому что эволюции нет ни одного научно доказанного факта, что эволюция на самом деле есть. Я бы сказал так, природного явления человека или человечества, я думаю, что вся Вселенная действительно была создана ради того, чтобы человек мог отражать ее в своем сознании, в своем сердце. И это тоже действительно большой эксперимент, научный эксперимент. Сама Вселенная и ее отношение к человеку. Человек и его отношение к Вселенной. Подробнее о масштабах Вселенной в следующем сюжете. Итак, сегодня мы рассматриваем масштаб Вселенной. И начинаем мы с размера человека. В среднем рост человека метр семьдесят. Если взять 7 миллиардов из нас и познакомить с каждым в течение одной секунды, то на это уйдет ровно 32 года. Если мы возьмем баскетбольный мяч седьмого размера, то его диаметр всего 24 сантиметра. Самая маленькая птичка на этом свете – это калибри. Ее размер всего 10 сантиметров. Она уникальна тем, что взмахивает крыльями 80 раз в одну секунду. Еще меньше калибри – землеройка. Она уникальна тем, что ее мозг самый большой среди всех млекопитающих. Ее мозг составляет 10% от ее веса. Также у нее самый высокий метаболизм. И она кушает в день ровно столько же, сколько весит и сама. Земляной червь в среднем 4 сантиметра. Если его разделить на две части, то обе части выживут. Кофейное зерно уникально тем, что оно ровно в 10-29 степени меньше, чем размер известной Вселенной. Размер рисового зерна всего 5 миллиметров. Если в день вы будете кушать одну чашку риса, то за всю свою жизнь вы скушаете около 300 миллионов рисинок. Размер муравья всего 4 миллиметра. 25% всех животных и насекомых на земле составляют муравьи. В среднем на одного человека приходится около миллиона муравьев. Толщина человеческого волоса около 100 микрометров. Если у человека цилиндрическая форма волос, то они у него прямые. Если она сплющенная, то становится курчавыми. В среднем у каждого человека от 50 до 200 тысяч волос на голове. Самая крупная клетка в человеческом организме – это яйцеклетка. Ее размер тоже около 100-120 микрометров. 1,1 миллиметра или 100 микрометров – это самая маленькая частица, которая видна невооруженным взглядом. Если лейкоцита размером в 10 микрометров, то красные кровяные тельца размером всего в 7 микрометров. Каждая четвертая клетка человеческого организма – это красные кровяные тельца. Еколи размером всего в 2 микрометра. Еколи живет в кишечнике у каждого человека. Это не такая уж страшная бактерия, потому что ее главной работой является производство витамина К2. Все мы знаем, что мы состоим из X-хромосом и Y-хромосом. В целом человек наследует 23 хромосомы от матери, 23 хромосомы от отца. Причем только одна из них размером всего в 1,5 микрометра – это Y-хромосома, мужская хромосома. Длина волны красного света около 75 нанометров. Длина волны фиолетового света всего 400 нанометров. Вы знаете, что красный свет стимулирует аппетит. Самый большой вирус размером 440 нанометров. Он уникален тем, что у него самая длинная ДНК. Вот это размер самой маленькой частицы, видимой в оптический микроскоп. Длина волны ультрафиолета всего 60 нанометров. Размер современных транзисторов около 25 нанометров. Но наука идет к тому, что транзисторы будут еще меньше. Длина ДНК около 3 нанометров. Каждая человеческая клетка содержит около 3 метров длины ДНК. У человека всего 25 тысяч генов в 3 миллиардах парах. Самый большой атом – это атом цезия. Его диаметр 500 пикаметров. А вот этот пидвежонок и есть молекула воды. Ее размер 280 пикаметров. Вот это самая маленькая величина, которую можно увидеть в электронный микроскоп. Это у нас атом водорода, атом гелия. Несмотря на то, что атом гелия меньше, чем атом водорода, просто потому, что у него два протона, и их сила сжимает его очень сильно. Диаметр атома урана 15 фемтометров. Это самое большое натуральное ядро, которое известно в природе. Размер ядра гелия всего 3 фемтометра. Диаметр ядра протона всего 1 фемтометр. Оно состоит из двух апкварков и одного даункварка. Поэтому его заряд плюс один. Нейтрон по размеру такой же практически, как и протон, но он состоит из двух даункварков и одного апкварка. Поэтому его заряд ноль. Все, что меньше, чем 10 минус 16 степени метра, до сих пор неизвестно науке точно. А вот это и есть те самые кварки. Их известно 6. Чем меньше кварк, тем тяжелее его масса. Диаметр нейтрина всего 1 йоктометр. Он интересен тем, что его скорость быстрее скорости света. И вот здесь мы подходим к самым маленьким известным величинам, которые известны только в теории. Практически это проверить на сегодняшний день невозможно. Это как раз теория так называемых струн. Вот это вот струна, а вот эти вот браны, они чем хороши, то что у них до 11 измерений. Длина планка вот такая, а это так называемая квантовая пена. Это как раз то, на чем образуется вся Вселенная. Всегда интересно посмотреть, что происходит в другом мире, недоступном нашему зрению. Благодаря находчивости и неугомонной изобретательности человек нашел способ заглянуть в мир невероятно крошечных существ и не только. Доктор Диас, расскажите об этом приборе. Когда мы говорим о микроскопе, мы должны знать, что принцип действия любого микроскопа основан на волновых свойствах излучателя. К примеру, оптический микроскоп. У нас есть глаз как детектор. Ну, естественно, в мозгу это все преобразуются все имиджи, картинки. Но в то же время при помощи двух линз или нескольких линз и при помощи простого оптического света мы можем видеть объект. Из-за того, что длина волны, оптическая длина волны видимого света, если его, конечно, можно обобщить, потому что он тоже развивается на много различных категорий, недостаточно для того, чтобы видеть очень маленькие объекты. И мы можем видеть только такие объекты, которые вот эти вот световые волны уже не могут обтекать. Поэтому и мы можем видеть, к примеру, миллиметр, проблем нет. Микрометр тоже мы можем видеть, да, но уже нанометр при помощи оптического микроскопа мы не сможем увидеть. Когда мы говорим об электронном микроскопе, то мы в качестве излучения берем электронное излучение. Оно уже гораздо меньше, чем оптическое излучение. Поэтому мы можем увидеть на уровне ангстрома. Ангстром – это 10 минус 10 степени. То есть нанометр – это 10 минус 9 степени. Поэтому, чтобы увидеть 10 ангстромов, это 1 нанометр. Вот на этом уровне уже можно спокойно увидеть при помощи электронного микроскопа. Я был один из тех первых людей, который пользовал атомный микроскоп. Это тоже отличный микроскоп, который действует при помощи компьютерного моделирования. Мы уже физически не видим имиджа, как видим в электронном микроскопе, да, то есть есть волны, да. Я использовал электронный микроскоп, который называется атомно-силовой микроскоп. В 1985 году за него Бенник, швейцарец Бенник, получил Нобелевскую премию. А я уже в 1996 году первым получил коммерческие снимки. Это можно посмотреть на интернете. И этот прибор работает следующим образом. У него есть вот такая вот алмазная пленка. На алмазную пленку прикреплен небольшой треугольничек в виде пирамидки. И вот эта пирамидка, она стоит огромных денег, конечно. Почему? Потому что она уже заточена под несколько нанометров. Она еще достаточно большая для того, чтобы смотреть атомы. Но, тем не менее, она заточена под несколько нанометров. И в результате электрической вибрации он начинает вибрировать, этот сам кантиливер начинает вибрировать. Когда мы подвоем близко к поверхности этот кантиливер, то в результате сил взаимодействия Льюиса мы начинаем уже видеть, что вибрация изменяется. И компьютер изменения этой вибрации моделирует как поверхностное, получается, микроскопическое исследование. То есть реально, как бы физически мы не видим поверхности. Но через вот это компьютерно моделирование мы видим самые лучшие компьютерные снимки поверхности. Вот, к примеру, я видел первые снимки жирных кислот. Это, к примеру, стеариновые кислоты, пальмитиновые кислоты. И удивительно, что, к примеру, на поверхности из серебра, поверхности из золота, других благородных металлов, пальмитиновая кислота, арахидоновая кислота, другие жирные кислоты, они выстраиваются в идеальные такие ряды. И можно видеть вот эти все бугры. И даже можно будет видеть, как у Винни-Пуха, вот этих вот головы молекул, которые торчат сверху. Это, конечно, зрелище очень захватывающее. В электронный микроскоп, конечно, чем плохо, то, что нужно заниматься препарированием своего экземпляра. Известно, что мелкие предметы, даже если они хорошо освещены, посылают глазу слишком слабый пучок световых лучей. Недостаточно интенсивный для того, чтобы разрешение, производимое им на сетчатке глаза, дало нам отчетливое изображение. Приблизительно в то же время, когда началось исследование космоса с помощью телескопов, были сделаны первые попытки раскрыть с помощью линз тайны микромира. В следующем сюжете вы узнаете об истории возникновения микроскопа. После чего мы вернемся в студию. Не переключайтесь. История микроскопа. В современном мире микроскоп считается незаменимым оптическим устройством. Без него сложно представить такие сферы человеческой деятельности, как биология, медицина, химия, космические исследования, генная инженерия. История возникновения устройства уходит корнями в далекую старину. Способность изогнутых поверхностей отражать и преломлять солнечный свет была замечена еще в третьем столетии до нашей эры исследователем Евклидом. В своих работах ученый нашел объяснение зрительского увеличения предметов, но тогда его открытие не нашло практического применения. Самая ранняя информация о микроскопах восходит к 18 веку. В 1590 году нидерландский мастер Захарий Янсен поместил в одну трубку две линзы от очков и смог увидеть предметы, увеличенные от пяти до десяти раз. Позже известный исследователь Галилео Галилей изобрел подзорную трубу и обратил внимание на интересную особенность. Если ее сильно раздвинуть, то можно существенно увеличить небольшие объекты. Настоящий научно-технический прорыв в развитии микроскопа произошел в 17 веке. В 1619 году голландский изобретатель Корнелиус Дреббель придумал микроскоп с выпуклыми линзами, а в конце столетия другой нидерландец Христиан Гюйгенс презентовал свою модель, в которой можно было регулировать окуляры. Более совершенное устройство было придумано изобретателем Антони Ван Ливенгуком, который создал прибор с одной большой линзой. На протяжении последующих полутора столетий это изделие давало наивысшее качество изображения, поэтому Ливенгука нередко называют изобретателем микроскопа. Существует мнение, что оптическое устройство изобрел не Ливенгук, а Роберт Гук, который в 1661 году усовершенствовал модель Гюйгенса, добавив к ней дополнительную линзу. Полученный тип прибора стал одним из наиболее популярных в научной среде и широко использовался до середины 18-го столетия. В дальнейшем свою руку к развитию микроскопа прикладывали многие изобретатели. В 1863 году Генри Сорби придумал поляризационное устройство, позволяющее исследовать метеориты, а в 1870-х годах Эрнст Аббе разработал теорию микроскопов и открыл безразмерную величину число Аббе, что способствовало изготовлению более совершенного оптического оборудования. В 1931 году ученый Роберт Руденберг запатентовал новый прибор, который мог увеличивать предметы с помощью пучков электронов. Устройство получило название «электронный микроскоп» и нашло широкое применение во многих науках благодаря высокой разрешающей способности, в тысячи раз превосходящей обычную оптику. Спустя год Эрнст Русска создал прототип современного электронного прибора, за что был удостоен Нобелевской премии. Уже в конце 30-х годов его изобретение стало массово применяться в научных исследованиях. Самой инновационной разновидностью оптического микроскопа на сегодняшний день является «Наноскоп», разработанный в 2006 году группой ученых под руководством немецкого изобретателя Штефана Хеля. Новое устройство позволяет не только преодолевать барьер числа А, Б, но и предоставляет возможность наблюдать за объектами, имеющими размеры 10 нанометров и меньше. Кроме того, устройство дает высококачественные трехмерные изображения объектов, что ранее было недоступно обычным микроскопам. Доктор Диасов, с помощью каких микроскопов мы можем увидеть живые организмы? Вот это как раз в первую очередь атомно-силовый микроскоп, при помощи которого можно увидеть возможные и вирусы, и бактерии. И фотографии получаются настолько четкие, настолько красивые. И самое интересное, что эти организмы, они до сих пор живые. К сожалению, вот в электронном микроскопе разрешение часто бывает даже лучше, и фотографии могут быть даже более четкие и более такие драматичные. Но, к сожалению, это уже не живые организмы, а вот как раз-таки срез уже не живого организма, который мы запечатлели уже или в смоле, или в любом другом химическом веществе, при помощи которого препарируются организмы для электронного микроскопа. В целом, конечно, микроскоп очень важен для естествоиспытателя и для людей, которые занимаются философией. Потому что стоит только привести человека, к примеру, давай рассмотрим волос, давай рассмотрим твою кожу, или давай рассмотрим те бактерии, которые присутствуют на твоей коже, еще глубже, еще глубже, давайте рассмотрим теперь структуру вашей крови в микроскопе. То тот воинственный материализм, который бывает у людей, особенно в советской закалке, он мгновенно испаряется, потому что вы видите совершенно другой мир. Этот мир, он уже на грани духовного мира, потому что, когда мы говорим о системе взаимодействия материального и духовного, мы говорим о уравнении Шрёдингера. Помните, когда мы говорили про счастье? Вот это уравнение Шрёдингера, оно описывает как раз вот эти все взаимодействия. И когда чем меньше вещество, чем меньше организм, тем больше на него влияние оказывает волновая составляющая. Поэтому, конечно же, важно знать о том балансе между духовной жизнью и материальной жизнью, между жизнью волновой и непосредственно уже материальной, твердой жизнью. И когда мы видим в микроскопе вот это все колеблющееся, и непонятна грань, где же материализм, а где же духовность, вот это, конечно, на многих оказывает огромное впечатление. Веронику Зейдер из западно-германского города Людвигсбурга. Природа наделилась столь редким зрением, что врачи после серии испытаний назвали ее живым микроскопом. Она в состоянии, например, на обычной открытке написать текст из 327 тысяч слов. В свободное время Зейдер создает микрокниги. Текст их она пишет обычным твердым карандашом, который затачивает после каждых двух написанных слов. Однако этот редкостный дар доставляет ей и неприятности. Когда я читаю газеты, мне очень мешают бумажные волокна, жалуется Зейдер. И кроме того, я вообще не могу смотреть цветной телевизор, так как вижу не картину, а бесчисленное множество цветных точек. Но хуже всего было с пищей. Пришлось научиться обедать с закрытыми глазами. А что можно увидеть при помощи микроскопа? Давайте посмотрим в следующем сюжете. Электронный микроскоп Это удивительный прибор, позволяющий увидеть мельчайшие частицы, представить и понять то, что невозможно увидеть невооруженным взглядом. В отличие от оптического микроскопа, электронный микроскоп позволяет получать изображение объектов с максимальным увеличением до 10 в шестой степени раз. И открывает людям новый мир, объемный и цветной. Представляем вам привычные предметы и живые организмы в многократном увеличении. Бытовая пыль Комар Поверхность кремниевого микрочипа Поверхность языка Застежка-липучка Сгусток крови Глаз мошки Жгучие волоски и листьев крапивы Поверхность зуба Акулья кожа Срез человеческого волоса Сперматозоид на поверхности яйцеклетки Струна электрогитары Жировые клетки Снег Крыло бабочки Затягивающаяся рана Эритроциты Нейроны головного мозга Яйцеклетка Бактерии на коже человека Нейлоновые колготки Апельсиновый сок Вольфрамовая нить в лампах накаливания Ржавчина Пыльца Мел Ушко иглы с продетой ниткой Человеческие ресницы Шоколад Отпечаток пальца Банан Соль Микротрещина в стали Сейчас известно множество видов элементарных частиц Из них только протоны, электроны и нейтроны участвуют в создании атомов Остальные не похожи на частицы вещества в нашем обычном представлении В большинстве своем они так неустойчивы, что за ничтожные доли секунды претерпевают самые неожиданные превращения Такие частицы можно обнаружить лишь там, где они непрерывно образуются Расскажите о волновых свойствах элементарных частиц Волновые свойства элементарных частиц регулируются уравнением Шрёдингера В этом уравнении есть две составляющие Одна волновая, другая материальная Чем больше вещество, тем больше получается материальная его составляющая Но это совсем не значит, что у него нет составляющей, которая волновая К примеру, у таких веществ, как частиц, как электрон Волновая составляющая настолько большая, что уже практически сказать Вот он, электрон, уже практически невозможно Потому что на то есть и спина этого электрона В каком направлении он вращается И всегда можно сказать только Вот оно, электронное облако А показать пальцем, сказать Вот он, электрон, практически невозможно Это же и касается частиц, которые еще меньше электрона К примеру, то, что открывается сейчас в Церне Там, я думаю, еще будет много прорывных открытий, и все они будут касаться именно строения вещества, когда мы будем говорить и осознавать этот мир еще более глубоко и осознанно. Но все эти частицы, у них больше будет волновой составляющей, чем материальной. И уже говорить о привычном нашем представлении, вот эта частица, вот можно ее подержать в руках, конечно, такого уже невозможно. Потому что она, в первую очередь, настолько мала, во-вторых, что ее волновая составляющая, она настолько велика, то уже невозможно даже ее географическое расположение узнать. К примеру, когда мы говорим о составе нашей крови, мы можем говорить о том, что количество сахара, да, то мы сахар при помощи вибрационной спектроскопии можем узнать, каким образом, да, что там есть OH-группы, CH-группы, и они колеблются. Да, колеблются они гармонично, сингармонично, и когда мы находим это колебание, мы можем говорить о том, что да, именно это колебание является колебанием сахара в вашей крови. И с одной стороны, вроде бы это, как бы, далеко, CH-группа, OH-группа, да, но с другой стороны, мы можем говорить о наличии сахара в вашей крови. Конечно, бесконечное количество прикладных исследований, как по отношению к человеку, так и по отношению к природе, когда волновая спектроскопия может помогать нам определять свойства, физические свойства вещества. Волновые характеристики говорят о материальных свойствах вещества. Это, конечно же, всегда вот всех людей очень сильно интересовало и будет интересовать. Я думаю, на это направлено будущее. К примеру, вот когда мы говорим еще тоже об онкологических заболеваниях, да, та же раковая клетка, она вибрирует. И если найти антивибрационный вот этот ритм, который подавит вибрацию этой клетки, то клетка просто-напросто умирает. И вот эта вот задача для многих ученых тоже – найти этот ритм, найти ритм именно этой раковой клетки, потому что огромное количество видов различных бывает у раковых клеток, да, у других болезней. Я думаю, все равно настанет тот момент, когда ученые смогут найти атлас всех вибрационных колебаний, всех болезней, всех болезнетворных бактерий и всех болезнетворных клеток. И при помощи антиритма мы можем подавлять любые заболевания. Не надо будет не пить никаких лекарств, надо будет просто подойти к излучателю и включить нужную частоту и выйти уже здоровым человеком. И так, что когда мы смотрим какие-то научно-фантастические фильмы, что, к примеру, полностью сканировали человека, он сразу же здоров, это, я думаю, фантастика сегодня, но в ближайшее время, может быть, 50, может быть, 100 лет, а может быть, даже еще и ближе. Я думаю, это будет реальностью, когда мы без фармацевтического влияния будем излечиваться. Что вы можете сказать о взаимодействии волновых характеристик вещества и материальной составляющей сквозь призму Вселенной? Дело в том, что Вселенная, ее материальная часть и волновая едины. Поэтому, когда мы говорим о том, что все рано или поздно кончится, то остается только волновая часть. Эта волновая часть, она будет передаваться во все стороны. И это и есть информация. Все, что мы не сделали, все, что мы не подумали, это все записывается в виде волн. Потому что даже, к примеру, наши пальцы, все молекулы, которые присутствуют в нашем теле, они все издают вибрации. Вот эти вибрации, они тоже записываются. И они тоже отправляются вот в эту Вселенную. И они тоже путешествуют. Здесь важно знать, что между материальной жизнью и между волновой жизнью всегда существует крепкая, неразрывная связь. И эту связь надо помнить и знать, что при помощи волновой части можно излечить материальную часть. И при помощи материальной вполне возможно влияние на волновую. То есть, как пример, наши мысли, они возвращаются к нам? Возвращаются к нам. Более того, мысли материальные. Если вернуться к взаимодействию Вселенной и человека, скажите, пожалуйста, путь от человека к элементарным частицам – это предопределенный путь? Или все же мы как-то можем воздействовать на него? Да, это предопределенный путь. Но самое интересное, что, как я и говорил в предыдущем пассаже, что мы можем влиять на свою судьбу. Так же, как и судьба влияет на нас, и мы, то, что это предопределено, то и есть предопределено. Но мы тоже влияем на свою судьбу, а это благодаря каким-то своим экстраординарным действиям, благодаря тяжелой работе и благодаря своим мыслям, позитивным мыслям, да? Ну, иногда и негативным мыслям, потому что через негативные мысли можно повлиять отрицательно на свою судьбу. Поэтому, конечно же, влияние предопределения очень важно, и влияние судьбы на предопределение тоже очень важно, и это не надо забывать. Что такое предопределение? Предопределение – это закон, по которому развивается человеческая жизнь или жизнь, к примеру, нашей же Вселенной. Как мы узнали, что был большой взрыв? Как мы узнали, что будет всему конец? Потому что есть законы. Закон Ньютона, закон Архимеда. Огромное количество законов, по которому все это работает. Это и есть предопределение. Законы, согласно которым все в этом мире работает, как Вселенная функционирует, это и есть предопределение. Но ведь законы тоже кто-то открывает? Дело в том, что законы существовали всегда, и откроют этот закон или не откроют этот закон, большой разницы нет. То, что природа, Вселенная будет путешествовать своим законным путем, предопределенным путем, это точно. Другое дело в том, что, конечно, человек через свое знание, приобретенное через свое упорство, возможно, приобретет достаточно опыта и знаний для того, чтобы открыть этот закон. Но от того, что он откроет этот закон или не откроет этот закон, от этого закон меняться не будет. То, что законы существуют вне зависимости от того, открыты они или нет. Есть ли этому доказательства? Конечно, есть, потому что все идет по предопределению. И, к примеру, знали бы мы о том, что будет изобретено или не изобретен закон светоотражения, чтобы вот эти лампы светили и правильно освещали нас. Тем не менее, мы же с вами стоим перед этими же лампами и правильно освещая, показываем по телевизору эту передачу. Но ведь это тоже изобретение? Это изобретение, основанное на законе. Если бы не было этого изобретения, если бы кто-то не изобрел или не открыл какой-то закон, это не говорит о том, что этот закон не работал бы. К примеру, до того, как мы узнали о строении вещества, как вещество построено, это не значит о том, что, к примеру, не было бы ни золота, ни серебра, ни других веществ, правильно? Они как натрий, хлор, если натрий вместе с хлором соединяется, получается соль. Человек, не зная этих законов, природа все равно работала по этим законам. К примеру, опять же мы говорим про онкологические заболевания. Я на 100% уверен, что есть лекарства против онкологических заболеваний, причем против каждого из онкологических заболеваний. Но просто сейчас мы его не знаем. Но оно есть. И доказательством того, что оно есть, будет, что в самое ближайшее время найдется человек, который узнает этот механизм, как воздействовать на онкологическую клетку, и начнет убивать эти клетки во всех организмах и избавить человечество от этой болезни. А есть ли вероятность того, что такое лекарство не найдут? Рано или поздно, если человечество будет вести правильные изыскания в правильном направлении, оно рано или поздно придет к этому. Когда мы рассматриваем нашу Вселенную от человека вплоть до самых мельчайших частиц и до самых мелких колебаний, мы видим прекрасные доказательства, которые природа нам предоставляет. Это доказательство того, что есть все-таки существование волнового мира и материального мира. Эти оба мира, они настолько вместе взаимосвязаны и влияют друг на друга, что друг без друга прожить не могут. Это для людей говорит о чем? О том, что мы с вами все-таки никогда не должны забывать о том балансе между материальной жизнью и духовной жизнью. И всегда знать о том, что, несмотря на то, что у нас есть какие-то материальные потребности, всегда говорить о том, что мы должны заботиться о себе и в духовном плане. Джон Оукиф, астроном в НАСА, как-то сказал. По астрономическим стандартам мы являемся изнеженной и взлелеенной группой существ. Если бы Вселенная не была создана с самой поразительной точностью, мы никогда не смогли бы существовать. Все указывает на то, что Вселенная была создана для жизни человека. Полагаю, однозначного ответа на вопрос, почему и для чего существуют Вселенная и человек, мы не получим. Но мы можем приложить все усилия, чтобы приблизиться к истине. А в следующей передаче я вам расскажу о масштабе Вселенной от размера человека до размера самых больших галактик. Смотрите нас каждое воскресенье на телеканале ХИТ-ТВ. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»